Привет всем! Сегодня на кухне у нас будет с вами фастфуд, но фастфуд полезный и вкусный. Мы будем готовить блюдо, которое известно каждому из вас, я думаю, каждый пробовал, это шаурма. Это восточное блюдо арабского происхождения, используется для приготовления лаваш, либо пита, а также любое мясо, это может быть и курица, и телятина, говядина, баранина, но баранина более жирная, не всегда подходит для здорового рациона, тем более диетического, но тем не менее. Туда также идет состав соус, вот как раз из-за соуса та шаурма, или шаверма, как еще называют, которую вы пробовали, она является не очень полезной, потому что она в составе майонез, но мы будем использовать более здоровый и правильный соус, я покажу, как мы его приготовим. И также туда можете добавлять овощи, абсолютно любые, которые вам нравятся. Ну что ж, давайте приступим и начнем с приготовления самого главного, это мясо. В этот раз у нас на кухне будет говядина, вы можете выбрать любое мясо по вкусу, которое вам нравится, а также в зависимости от диеты, если вам необходимо уменьшить количество насыщенных жиров, то, конечно, берите, например, курицу или индейку. Сейчас я хочу бить два зайца, я мясо порежу мелко и буду обжаривать его в мультиварке. Часть пойдет для приготовления шаурмы, а часть останется, и я смогу потом использовать ее для того, чтобы съесть каким-то гарниром, либо же салатом. Нарезайте такими кусочками, какими будет для вас удобно, желательно, конечно, мельче, потому что это будет идти в начинку. В оригинальном рецепте мясо готовится на специальном гриле, но у нас, конечно же, его нет. Мне удобнее в мультиварке готовить, либо же можете приготовить на сковороде, но без масла, конечно же. Поэтому мы нарезаем тонкими кусочками. Чуть-чуть добавлю соли для вкусов. Перемешаем еще чуть-чуть, и мясо будет, в принципе, готово. Получается очень вкусно. Добавим специи. У меня есть такая смесь. Здесь куркума, фенхель, тмин, красный перец. То есть такая восточная смесь. Кориандр. Все это очень вкусно пахнет по-восточному. Сейчас будем готовить соус для шаурмы. Майонез мы не используем, нам необходимо что-нибудь такое полезное, в то же время вкусное. У меня есть свой рецепт. Можете его попробовать, можете его усовершенствовать, добавляя какие-то другие ингредиенты. Для меня это оптимально, очень нравится. Даже где-то отдаленно может напоминать майонез. Берем приблизительно, ну, по объему, может быть, две столовых ложки, чтобы было йогурта без добавок. Я предпочитаю живые йогурты. Я люблю ацидефилин. Можете взять любой другой, который у вас есть. Сюда добавляем горчицу. Горчица должна быть не французская, либо же классическая, либо с зернами. Вот у меня пикантная горчица. Добавляем горчицу. Приблизительно чайную ложку, если хотите более насыщенный вкус, можно больше. И совсем чуть-чуть, приблизительно, тоже чайную ложку. Добавляем бальзамического уксуса, можно чуть-чуть больше. И все это просто берем и перемешиваем. Можно сюда добавить специи, можно добавить соль, стевию, если хотите получить какой-то более ярко выраженный вкус. Но, как по мне, вот этого более чем достаточно. Можно использовать данный соус не только для шаурмы. Готовится, как видите, за считанные секунды. Вот. Берем половину лаваша, половину листочка. Первое, что мы делаем, нам необходимо смазать соусом лаваш. Начинаем мазать от того края, где будем выкладывать начинку. Начинка может быть произвольная, ну, не считая мяса, естественно. Мясо тоже, в принципе, на ваш выбор, но в связи, там, с какими овощами вы хотите это сделать, вкус может быть разный. Кто-то захочет, может, традиционно капусту насыпать, кто-то еще. Я предпочитаю, что не полегче, поэтому буду использовать помидоры и зелень. В данном случае я использую шпинат. Так, еще чуть побольше. Так, теперь в мультиварке готово мясо. Выкладываем его прям сюда сверху. Такие кусочки получились. Можете в другой форме нарезать, как вам нравится. Главное, чтобы это все было вкусно, чтобы вы получили удовольствие. Если у вас мясо готово, то такой лаваш сделать можно очень и очень быстро. Ну, я думаю, достаточно. Сверху кладем вот так вот, я не жалею, кладу шпинат. Где-то сейчас посерединке еще прям сверху, люблю на ходу, нарезая помидорки такими вот, не сказать, что полукольцами, но такими кусочками. И так, начинаем заворачивать шаурму. Так, хорошо, очень вкусно будет и полезно. Так, и вот так. Сейчас можете взять больше лаваша, если хотите больше мяса, и кладем на гриль. И вот представьте себе, это уникальный кадр. Даша ест фастфуд шаурма. Горячее нужно только очень осторожно. Очень вкусно. Попробуйте наш рецепт. Шаурма готовится очень быстро. Отлично подойдет как и для перекуса, так и для основного приема пищи. Полезное, вкусное. С таким рецептом никаких читмилов не потребуется. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok